Брисюнь, что ты там? Массажики делаешь? Тебе не видно, темно. Мурочка моя, да просыпаться. Просыпаться надо. И второй тут спит. И второй тут спит. Комочек. Пошел и спите, и спите. Вставать надо. Слушай, мои. Поможете мне? Сейчас все доготовим. Пойдем на улицу гулять. Там солнышко вышло. Да, Боня? Барся? Пойдем гулять на улицу? Шуть я там на это. Шерсть какая-то грязненькая. Надо помыть вот тут на груди. Барси Ошкин. Ой, мои малыши. Всем привет, ребятушки. Всем доброе утро. У нас так свежо, хорошо на улице. Там Бонька бегает. Барсик уже с той стороны. С утра пораньше все бегом сразу на улицу. Потом и кушать идут. Побежал, побежал. Прыг-скок, прыг-скок. Несмотря на то, что пасмурно, но погодка все равно хорошая. Хорошая. Распогодилась, потеплела немножко, потому что рано утром было холодно. Сегодня у нас 14 октября. Я хочу поздравить всех с православным праздником Покров, а также сегодня День защитника и защитницы Украины. С чем я и поздравляю ребят с ЗСУ, как парней, так и девчонок. Спасибо вам за то, что вы защищаете нашу землю, нашу Украину. Дай вам Бог крепкого здоровья, сил, терпения, берегите себя. И многие люди, даже которые не служат в армии, они действительно вносят огромный вклад в помощь. В помощь в плане защиты Украины. Многие спонсируют, собирают кучу денег на эти байрактары, еще что-то. В общем, слава Украине, слава ЗСУ, слава нации и РФ. Не будем материться. Насколько я знаю, после Покрова начинаются холода. Сегодня праздник, и с завтрашнего дня, скорее всего, что будет уже холодней. Барсик там кого-то хочет поймать. Убежал, убежал. Не, передумаю, пошел дальше. Ой, ладно, за ними можно следить. Постоянно. Ух ты, какой паук, смотрите. Ничего себе. Это что за чудо-то такое? Что это за чудо такое? Ладно, ребятушки, я пойду делать кофеек. Да буду как-то потихонечку что-то делать. Конечно, в праздник в православный вообще нельзя ничего делать. Но, с другой стороны, я ничего как бы такого не буду делать в плане там шить, вышивать. А, как говорится, работать Бог велел, поэтому в любом случае надо что-то делать. Немножко почистим тут нашу петунью. Тут у меня шишки сушатся. Листья, шишки. Надо пойти еще орехи пособирать, потому что я вчера пока поливала, собирала орехи, но не дособирала. Надо пойти там листья собрать и орехи собрать. В общем, работа есть. Работа есть. Всегда что-то нужно делать. Кстати, по поводу моего глазика, ну, как можете видеть, все хорошо. Выглядит он хорошо, уже не болит. Ну, и чувствую я себя отлично. Поэтому отправляюсь делать кофеек. Еще раз с праздниками всех. Всем хорошего настроения, всем хорошего дня. Кстати, я еще пойду быстренько сейчас отредактирую видео, поставлю его на загрузку, потому что из-за того, что я в ближайшие дни не имела сил и не было у меня желания редактировать, то вчера видео у меня вышло очень поздно ночью. И тем самым, как бы, очередь у меня... Стоит в очереди видео. Я не могу добавить его. Поэтому надо быстренько все сделать и вернуться к привычному графику. К привычному режиму. Как-то так. О, как темно. О, как темно. Мы тут решили во второй половине дня немножко поработать. Запустила Жорика. Он у нас дома пылесосит. Я пойду через котловню на улицу. На улице отличная погодка. Я тут почистила немножко от листьев травушку. Но орех, конечно, еще будет осыпаться. Поэтому надо будет еще собирать листья. Пока на этом все. Еще орехи пособирала. Там листья стоят. Ну, пока так пусть остается. Ау! Ты мне? Милаш там кусты поливает. А я собираю орехи. И... Коханый, я не слышу. Самоходы тут еще. А, добре, Терес. В общем, пособирала листочки. На этом пока все. И потом попозже еще надо будет пособирать. Я думаю, это уже когда морозу ударят. Потому что листьев на орехи много. И есть еще орехи. Так что буду еще собирать. Зачекай! Эти орехи еще надо будет очистить от кожуры. Молодец! Заливай хорошо! Милаш мне помогает. Заливают кусты. Здесь у нас сушатся орехи. Шишки. Я Милашу говорю. У нас как домик лесника. И шишки, и орехи. Блин, красиво так. Бонечка, ты что, домой хочешь? Что там делать? Гуляй пока, солнышко. Сейчас туда-сюда, и солнышко зайдет. Пойду Милашу помогу. Там шлангу надо дальше перенести. Ой, как красиво. Далее так, Коханый. Ну, да, обжи. Погода супер, так, Коханый? Угу. А Милаш еще тут поливал и взял котов напугал. Ты зачем котов напугал? М? Ох, и мужчины. Вот тут правильно про вас пишут, что в 40 лет, как дети малые. Тебе еще 40 лет. Тебе еще 40 лет. Нет, ты вообще у нас ребенок. Коханый, ну я имею в виду, что вы до 40 дети малые, а после 40 так еще больше. Я имею в виду мужской пол. Пойду дальше, а то я сейчас договорюсь, я чувствую. А? А, нет, с ним умеет. А, нет, с ним умеет. Да, да уж. Опять забыла заложить рынковицы, и у меня, смотрите, какие руки грязные от орехов. Хожу с грязными руками. Не знаю, куда роутер положить. Я, наверное, пойду это, магнолию полью тоже, да? Что? Хожу в этой рубашке, в которой дома, сплю в которой. Ну, так на улице хорошо. Мне, честно говоря, не хочется в рабочую одежду переодеваться. Во-первых, потому что мы не планировали долго порядки наводить во дворе. Просто надо кусты залить в любом случае. Потому что их надо сейчас поливать каждый день. Ну и заодно, как бы, пока Милаш сам поливает, я что-нибудь тоже сделаю. Не сидеть же без дела. Ой. Сейчас питунью... Ой, питунью, магнолию польем. Красотку нашу. Так вот. Вот так вот. Красота. Коханая, ты в ядро мне нальешь воды? Пусть все посмотрят, какой ты труженик. Я тебя поснимаю. Добр? Добр? Добр, что я тебя нагревал? Я чувствую, я себя допрошусь. Все, ребятушки, немножко поработали. Милаш тут все позаливал, хорошо. Ой. Чтоб кустики наши принялись. Пока Милаш заливала, я с этой горы немножко тут попересаживала цветочки октябринки. Сюда посадила, пусть около будки растут. Милаш их тоже залил водой, чтобы они принялись. Ну, тут симпатичненько будет. Сегодня много ничего не делали, потому что хочется отдохнуть. Еще и православный праздник. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Как говорится, не через силу, а то, что хотелось, то и делали. И пошли домой, потому что у нас сейчас начинается сезон удобрения полей. И кто-то, походу, заливает поле. Такой неприятный запах. Очень сильный. Ну, я думаю, вы понимаете, чем запах навоза. Поэтому решили, что пойдем домой. Будем уже отдыхать. Может, какой-нибудь фильм найдем посмотреть, не знаю. А это я нарезала ветки березовые. Но там все равно березы надо чистить. Я хочу, чтобы внизу как бы чистенько все было. И веточки были вверху. Потихонечку надо там наводить порядок. Я имею в виду там, на заднем дворе. Вот, нарезала ветки. И я хочу из этих веток сплести веночки. Но я не знаю. Сегодня навряд ли. Потому что я же варю. Мы решили сегодня уже отдыхать. Скорее всего, что завтра начну этим заниматься. А это надо поставить попозже на крыльцо. Чтобы ночью влага не собиралась. Ни в орехах, ни в шишках. Поэтому я убираю все на крыльцо. А еще вынесла гортензию. Мне кажется, я слишком рано ее занесла домой. По-моему, она еще может постоять на улице. Пока еще не сильно холодно. Хотя сегодня уже покров. Поэтому на днях, скорее всего, что будут морозы сильные. Все, ребятушки. Всем хорошего настроения. Всем мира, счастья, добра, здоровья. Еще раз всех с праздником, с покровом. С Днем Защитника и Защитницы Украины. Всем хорошего настроения. Завтра, кстати, к нам должен приехать мастер. Не знаю, приедет он или нет. Потому что уже откладывается, откладывается, откладывается его приезд. Это мастер-сантехник. Вроде как с 9 до 10 должен приехать. Но там посмотрим, приедет он или нет. Блед надо тоже забрать. Все, всем папа-бузячки.